Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня речь пойдет о зимнем удильнике для ловли судака. Я сразу оговорюсь, что в данном случае я буду рассказывать о так называемом дубовом зимнем удильнике, не таком, который изготовлен из углепластика, который имеет мультипликаторную катушку, потому что условия ловли, где ловлю судака я, они не требуют современного удильника с мультипликаторной катушкой, потому что это водохранилище с глубинами 5-6 метров, средний рабочий диапазон, и выматывать рыбу катушкой не имеет никакого смысла, гораздо удобнее работать руками. Поэтому сейчас я рассмотрю порядка где-то 10 вопросов, почему именно дубовый удильник, зачем он нужен, и какие у него есть фишки, плюсы и минусы. Несмотря на выпавший снег и легкий мороз по ночам, на лед, к сожалению, выйти еще пока не получается. По этой причине данный ролик я решил снять в лесу. Дубовые удильники – это удильники, которые изготовлены с довольно-таки жесткими хлыстиками. Эти хлыстики могут быть из цельного углепластика, из трубчатого углепластика, из алюминия авиационного и из титана. Мне, в принципе, нравятся больше всего именно удильники из алюминия и из титана. И сразу скажу почему. Такие металлические удильники с металлическими хлыстиками, они нужны не для того, чтобы хорошо засекать судака, у которого имеется крепкая клыкастая пасть, а именно нужны для того, чтобы хорошо играть зимней блесной. Я в основном во время ловли зимой больше всего люблю ловить на зимнюю блесну. Так вот, чтобы блесной хорошо играть, нужно создать порой коротенький резкий импульс. И такой импульс можно сделать только жестким удильником, который не прогибается под весом блесны. И именно по этой причине лучше всего сначала выбрать удильник, а потом к нему уже подбирать определенный тип приманок. Ну, в данном случае блесны. Поэтому, если ловить на блесну, то любые гибкие удильники с мягкими смягченными вершинками, они имеют недостаток, потому что блесну ты не можешь резко подбросить, удильник смягчает этот рывок. А потом, когда подброс идет, то подброс получается как бы слишком медленный и плавно ускоренный. Это не совсем правильно. Нужно подбрасывать именно коротко, порой жестко. И для этих целей нужен именно жесткий негнущийся удильник. Существуют различные удильники. Удильники, например, 70-х годов, они были изготовлены из металла, как правило, судаковые удильники. И на них было мотовило. Причем мотовило большое, и потом там еще маленькое мотовило. То есть дополнительная такая петелька, чтобы более точно подстраивать глубину. Я такими удильниками тоже ловил. У них плюс есть большой, что они легкие. Один из представителей таких удильников современных, это чудилка, так называемая удочка. Хорошая удочка, все классно, но если ловить в места, где есть перепады глубин, где нужно эту глубину оперативно менять, то удильники с катушкой гораздо удобнее. Почему? Потому что я могу менять глубину, подматывая катушку. Но подматывая катушку не просто так, как на мотовиле тоже можно подмотать. А я могу подматывать одной рукой. То есть я пальцем одним открываю, например, рычажок катушки, а потом вот так вот буквально большим пальцем или отпускаю леску, или подматываю ее. То же самое на удильнике с большим диаметром барабана. И вот таким образом я и во время ловли очень оперативно могу менять глубину ловли одной рукой. То есть вторая рука у меня в кармане, например, греется. А одной рукой я блесню, смотрю по эхолоту, и в то же время, если вижу, что, например, судак подходит, но нерешительно, надо как-то его раззадорить, я начинаю блесну поднимать. И мне не нужно доставать руку с кармана и подматывать катушку левой рукой. Я все могу сделать с той же рукой, которой держу удильник. Только что была поклевка на блесну, рыба не засеклась. Чтобы раззадорить ее и попытаться спровоцировать на поклевку, немного приподнимаю приманку. Причем делаю это той же рукой, которой и блесню. В этот раз рыбу доловить не удалось. Если мы выбрали, например, жесткие такие дубовые удильники, какая должна быть леска? Ну, леска может быть совершенно разная, можно использовать и плетенку, но если, например, подразумевается вытаскивание рыбы руками, то гораздо эффективнее использовать монолеску или флуорокарбон. Для судаковых блесен очень выгодно использовать толстую леску. Толстая леска начинается диаметром от 0,4 и выше. 0,4, 0,42, 0,45, 0,48, даже 0,5 можно использовать. И такая толстая леска по современным меркам, конечно, нонсенс, но такая леска позволяет очень хорошо и качественно играть блесной. То есть толстая леска имитирует по своей степени растяжимости плетенку. Именно на коротком участке. И поэтому можно придать блесне весьма короткий и интенсивный импульс. В принципе, такой, который нужен. С другой стороны, в случае поклевки можно хорошенько засечь рыбу. То есть леска меньше амортизирует, меньше растягивается. И третий момент, что плетенка позволяет очень хорошо вытаскивать рыбу, если браться за леску, за саму леску. Она никогда не порежет руки. И еще один важный момент в том, что на толстой леске судаковые блесны, именно судаковые блесны, работают лучше, чем на более тонкой леске. Толстая леска придает игре судаковых блесен определенную плавность. И на блесны случается большее количество поклевок. Теперь о подсечке. Конечно, можно сказать, что если использовать удильники с жесткими хлыстами, негнущимися, то можно подсекать хлыстиком. Но гораздо лучше подсекать, что называется, на прямую наводку. То есть в момент поклевки рука вот так опускается вниз на прямую наводку. Леска идет прямо без перегиба до блесны. И ты делаешь вот рывок вот так вот вверх. Не на хлысте, а вертикально. В результате вся энергия импульса передается на блесну. И можно короткой и резкой подсечкой засечь рыбу. Если, например, использовать упругие свойства удочки, то придется делать высокий взмах. Этот высокий взмах, во-первых, демаскирует, когда ловишь судака. И все судочатники стараются подсекать незаметно и скрытно. Так вот, чтобы сделать скрытную подсечку, нужно очень короткое движение. И на толстой леске можно это сделать, если на прямую наводку поставить удочку и сделать короткий рывок. Вот со стороны это выглядит так. Вот я блесню-блесню поклевкой. Раз! Все, достаточно. Вот этого уже достаточно, чтобы засечь рыбу на глубине до 6 метров. Теперь о том, как судаковую удочку лучше всего держать. Многие рыболовы, которые приходят в судаковую рыбалку из окуневых, они удочку располагают вот так вот вертикально вниз. Располагая удочку вертикально, появляется возможность играть блесной очень коротко. Взмах вроде высокий, а смещение по вертикали реально блесны небольшое. И можно, получается, сделать теоретически и практически очень короткий рывочек, на который блесна великолепно отзывается. Да, но в судаковой рыбалке есть такой момент, как поклевка судака. Поклевка судака – это не поклевка окуня. И бывает, что судак клюет таким образом, с такой силой, что даже если ты смотришь по эхолоту и успеваешь морально подготовиться, все равно бывает, что поклевки застают тебя врасплох. Вот у меня было, например, за все время рыбалок, вот две поклевки такие, которые я четко видел по эхолоту, что рыба подходит, что рыба очень крупная. И я держал удочку жестко, буквально уже подготовился к поклевке, то есть у меня кисть была напряжена. В этот момент случается очень сильный резкий рывок, и он идет вниз. И рывок, чтобы сравнить, как будто вы стоите блесните. И вот незаметно человек-невидимка подошел и взял, например, ведро с камнями, груженное камнями большими ведро, и вот так вот аккуратненько, бах, и кинул вот так вот на крючок. И вот вы стоите, и буквально даже ожидаете поклевки, но вы ожидаете ударчик. А тут происходит такой момент, что у вас начинает ведро это тянуть вниз, и подсечь очень трудно. А когда даже готов, это даже хуже, потому что рука напряжена, и вот от таких сильных ударов у меня было растяжение сухожилий на руке. И буквально где-то два месяца кисть болела, то есть мне даже блеснить было неудобно. Поэтому очень важный момент, вот именно как правильно держать. И заостряя внимание на том, как правильно держать, вниз наклонять удильник не стоит, потому что очень может судак запросто вырвать удочку из рук, останетесь без удочки. У меня был такой случай, у знакомого вырвало удочку, а запасной он с собой не взял. Вот такая ситуация. Так вот, что делать? Значит, удочка с удильником, с судаковым дубовым удильником располагается к лунке по отношению где-то от 45 до 90 градусов. В этом положении, как бы, во-первых, блесна немножко выше от дна находится. Когда ты наклоняешься, касаешься дном, потом поднимаешься, если удочка вниз, то блесна как бы тоже ниже к дну находится. В судаковой рыбалке это не совсем правильно. И вот, когда ты блеснишь, условно говоря, в промежутке от 45 до 90 градусов, то даже если произойдет резкая и неожиданная поклевка, удочку судак у вас из рук никогда не выдерет. И поэтому приходится в какой-то мере жертвовать идеальной работой блесны, в случае, если удочка будет расположена вертикально, но зато проблем никаких не будет. Вот обязательно этот момент нужно учитывать и ни в коем случае не забывать про него. Теперь про кольца. Если удочка оснащена катушкой, то немаловажное значение имеют и кольца. Ну, я, как правило, ставлю три кольца, то есть два промежуточных и одно тюльпанчик. И тут какой момент? Многие блеснят, например, и держат удочку за заднюю часть, а катушка впереди, и катушка наклонена вниз ко льду. Я, например, всегда держу удочку таким вот образом, что у меня палец держит рычажок, а второй палец может подматывать леску. То есть я хочу подмотать леску, я этим пальцем рычажок открываю, быстро леску раз-раз-раз-раз-раз подмотал, сбросил леску. То есть очень удобно. И, кстати, вот есть катушки, у которых такой рычажок пластиковый есть. Я пробовал, мне лично не подошло. Мне гораздо удобнее вот эта классическая катушка с обычным металлическим рычажком, который очень легко открыть, закрыть. И он, главное, никогда не ломается, то есть его сломать невозможно. Ну, как автомат калашников. Такая удочка, по ней можно ходить, ее можно в песок кидать, по ней может машина проехать, и с ней ничего не случится. Поэтому, значит, вот три кольца, и вот когда у меня удочка, когда я блесню, расположена, условно говоря, параллельно льду, то логично, чтобы кольца как бы тоже располагались вниз. И поэтому у меня револьверная расстановка колец. То есть от катушки кольцо почти на линии катушки, потом следующее кольцо наклонено вниз, а тюльпанчик уже расположен перпендикулярно к плоскости катушки. И поэтому, когда я блесню, у меня катушка в сторону смотрит, а тюльпанчик смотрит вниз. Очень удобно. Ну, просто эстетически удобно, никогда ни за что не цепляется. В тюльпанчике никаких перегибов таких паразитных нет. Очень удобно. Теперь маленькие фишечки. Ну, вот у меня две удочки, и на них есть, во-первых, изолента, классическая изолента. То есть сейчас, конечно, можно купить в Китае держатели для удилищ, специальные там, Fuji, все что угодно. Ну, как-то вот у меня пошло. Я обычно изолентой приматываю, никаких проблем. А дальше у меня идут светоотражающие полоски и полоски фосфорные, которые светятся в темноте, свето накапливающие. Зачем они нужны? Ну, когда мы ловим на льду, бывает, особенно в сумерке, что кинул удочку, отошел, сверлил лунки, возвращаешься, удочки не видно. Особенно, когда сумерки наступают. И ты начинаешь искать ее, найти невозможно. Если есть светоотражающие полосочки, они у меня вот и на катушке наклеены, получается, фонариком посветил, они чик-загорели сразу. То есть ты мгновенно находишь удочку. Ну, то есть чисто из этих соображений. То есть когда ловишь в сумерки, в темное время, вот эти светоотражающие штучки позволят вам не потерять удочку. Вроде мелочь, но приятно. По эффективности ловли судака, в принципе, и пруток из карбона, из стеклопластика, из дюраля, из титана подходят практически одинаково. Но если имеется в виду максимальная надежность удочки, удочка, которая будет служить вам буквально там десятилетиями, с ней ничего не случится, ее не согнет, как, например, алюминиевую удочку, можно согнуть под нагрузкой. Потом ты ее разогнешь, но все равно она в этом месте как бы появляется усталость, и она уже начинает как бы работать хуже. Под нагрузкой раз, согнул, опять ее разогнул. Ну, то есть как бы хуже и хуже. Титановый хлыстик, конечно, если есть возможность заполучить конусный титановый хлыстик, этим надо воспользоваться, потому что такая удочка служит буквально там десятилетиями, с ней ничего не может произойти. Ну, и самому как бы ловить на удочку из благородного металла весьма и весьма приятно. Используя такие удильники, конечно, ни о каком вываживании при помощи катушки речи не идет, но это и не нужно. Вываживать рыбу нужно руками, держась за леску. И тут важный момент, что делать. Многие рыболовы после подсечки отбрасывают удильник в сторону и двумя руками начинают тянуть за леску. Конечно, отлетающий в сторону удильник и грохот удильника при ударе о лед, он привлекает внимание всех рыболовов-конкурентов. Они на тебя обращают бдительное внимание и начинают буквально подтягиваться к тебе на помощь, оббуривать тебя, ловить. И как бы в полном одиночестве, с ощущением свободы перемещений, ловить уже не получится. Поэтому очень полезно, несмотря на то, что эти удочки жесткие, мощные, их можно кидать как хочешь, с ними ничего не произойдет. Но лучше всего приучать себя после подсечки рыбы, какая бы она небольшая оказалась, тем не менее удилище держать в руках. Почему? Во-первых, ты держишь удилище в руке, а тут кто как делает. Некоторые вот так вот его перехватывают немножко назад, чтобы руками можно... Я, например, не перехватываю, то есть я подсек и потом начинаю руками тянуть, то есть удочка у меня остается в руках. Это два варианта преследуют. Во-первых, как бы более скрытное вываживание, то есть ты подсек и начинаешь вот так вот тянуть, то есть на фоне тела у тебя все движения со стороны особенно не видно. Потому что вот сейчас современные удильники с мультипликаторными катушками делают подсечку чуть не выше головы, потом начинают мотать. То есть получается вроде как мультипликаторная катушка позволяет скрытое вываживание, а на самом деле ни о какой скрытности речи-то и не идет. Так вот, вываживают рыбу руками, надо за леску, а вот переносить блесны или вивы, любые другие приманки, на которые вы ловите, нужно мельницей. То есть мы поднимаем раз на руку, на удочку, на руку, перешел, кинул, опять начинаешь ловить. И ни в коем случае рыбу мельницей доставать нельзя, потому что если достаешь рыбу мельницей, бывает, что крупный судак схватил блесну, начинаешь его тянуть, он вверх идет легко, ты мельницей раз-раз-раз, а потом возле лунки он уже чувствует, что что-то не то, начинает ломиться вниз, у тебя руки вот так вот сводят, буквально тебя опутывает твоей железкой и пытаются затянуть тебя уже в лунку. Не ты в лунку рыбу тянешь, а рыба тебя тянет в лунку, ну и естественно в такие моменты происходят сходы, поэтому мельница нужна только при переходе с лунки на лунку, а вываживать рыбу нужно руками. В условиях недостаточной видимости толстая леска, даже будучи небрежно сброшенной на лед, совершенно не путается. Это тоже большой плюс. При вытаскивании рыбы за леску руками, с тонкой леской всегда будут проблемы с возможным запутыванием, с обрывами, с цепляниями за ледяную крошку, с возможностью порезать случайно пальцы, а с толстой леской никаких проблем нет. Ну конечно все это справедливо, если глубина ловли не более 5-6 метров. В принципе это последний вопрос о приманках. Ну в первую очередь, конечно, такие дубовые удильники нужны для того, чтобы эффективно ловить на судаковые блесны. Но отказываться от современных других приманок, балансиров, вибов тоже не стоит. И хочется заострить внимание на том, что если, например, подбирать те же вибы, то их надо подбирать не по рейтингам в интернете, а по тому, как ваше удилище будет позволять работать с этими вибами. То есть есть вибы, которые требуют вот именно плавной игры, покачиваний таких, которые на жестких удильниках выдают жесткую игру, если играть ими классическими подбросами. Ну я, например, лично для себя подобрал те вибы, которые позволяют очень эффективно работать именно по классике. Многие рыболовы ловят на вибы, там едва-едва их шевелят. Подъем вверх, подъем вниз, мормышенье, то есть используют виб в качестве крупной безмотылки. На это где-то рыба ловится, например, в моих краях, вот там, где я охочусь за судаком, вот эти фишки почему-то не проходят. Судак предпочитает даже с вибами все равно вот это вот движение подброс-пауза, подброс-пауза. Почему так происходит, непонятно. Ну вот вибы тоже ловят именно на классической игре. Сколько раз пробовал вот эти вот там покачивания и на специальных американских удильниках. У меня 4 или 5 удильника углепластиковых с мультипликаторными катушками, тоже разных видов. Но это не дает эффекта в моих краях, судак все-таки предпочитает ловиться на классический подброс-паузу. Самая эффективная тактика получается и техника ловли, судя по эхолоту. Ну вот я вот хожусь в эхолот смотрю, там начинаешь мормышить и судак сразу уходит, теряет интерес к приманке. А вроде резкий подброс делаешь, везде народ говорит, вот рыба у нас убегает от резких подбросов. В моих краях не убегает, она наоборот как бы подходит на резкий подброс. А на паузе клюет, поэтому этого бояться не стоит. На моих судаковых водохранилищах ВИП реально проигрывает вертикальной блесне по эффективности, но периодически приносит и поклевки. Вот собственно и все, что я хотел сказать о зимних судаковых дубовых удильниках. И несмотря на их дубовость, они продолжают радовать и выполнять все свои функции на 150%. То есть никакая другая мне удочка, более современная, более качественная, с суперсовременными катушками, с огромным количеством подшипников мне не нужна. В других условиях вопросов нет, но в зимней рыбалке судака, если ловит на глубинах 5-6 метров, водохранилища, практически стоячая вода. Вот эти вот удочки классические, устаревшие, можно сказать, они подходят как нельзя. Кстати, я именно рассмотрел 10 вопросов, почему именно такие удочки подходят для ловли судака лучше, чем другие. До новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!